Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать в наши еженедельные уроки Торы. Наша недельная глава – это Эйков. Название недельной главой Эйков – словно перевод «за то, что». Начинается глава «Будь за то, что вы будете слушаться закону». Всевышний обещает, что евреи, которые слушаются его закону, они удостоятся наград. Начинается список наград. Как точно подметил один из моих слушателей, что обычно читатель ждет, что дальше будет написано, что если вы не будете слушаться, будет наказание. Здесь, кстати, такого нет. Начинается просто глава «Награда». И недельная глава очень-очень насыщенная. Из ней очень знаменитых много отрывков. Вот эта знаменитая фраза, многие из вас, конечно, ее слышали. «Не хлебом единым жив человек». Заповедь благословения после еды. Вторая часть молитвы «Ишма». Очень-очень много важных моментов в недельной главе. И каждый из этих моментов заслуживает несколько лекций. На мой взгляд, если дать урок обо всей недельной главе, то основная тема недельной главы – это наши взаимоотношения со Всевышним, с Богом. И взаимоотношения с Богом, они есть у всех, на самом деле, почти у всех. Независимый или человек себя считает религиозным, или ультрарелигиозным, или человек себя считает вообще нерелигиозным. Практически любой еврей в глубине души, у него есть какая-то вера. У него есть какая-то вера, у него какое-то чувство, что есть Всевышний, есть кто-то над ним, есть кто-то за ним, кто-то следит, есть какая-то сила. В зависимости, чем человек ближе к Торе, и, действительно, ближе к Всевышнему, тем эта сила, конечно, сильнее, и тем наши взаимоотношения крепче со Всевышним. Но эти взаимоотношения, они есть, на мой взгляд, практически у всех. И наша недельная глава, на мой взгляд, помогает их строить. То есть каждый человек пришел в этот мир, и за свои 120, дай Бог, чтобы все были живы-здоровы лет, он должен построить как бы свои взаимоотношения со Всевышним, благодаря и пользуясь Его заповедями и другими моментами, о которых мы сейчас с вами обсудим. Начать хочу я свой урок с фразы, которая тоже в нашей недельной главе. Говорится, как на нас смотрят Всевышние. Когда мы строим взаимоотношения с ними, то есть как Он на нас смотрит, так в недельной главе написано, что Всевышний на нас смотрит как Отец. Очень интересный момент, что человек написан, что точно так же, как Отец, любящий Отец упрекает, иногда наказывает своего сына. Точно так же, написано в недельной главе, точно так же Всевышний относится к тебе. То есть это от любви, то есть когда иногда человек даже чувствует, что он немножко получает, может, даже наказание, но это наоборот. Это от любви и приводится, что когда вам кто-то дорог, вы хотите, чтобы у него было хорошо, и вы сделаете ему замечание, вы ему поможете. Если вам все равно его будущее, какая у меня разница, что с ним будет, то с ним будет. Поэтому наоборот, Всевышний, написано, Он к нам относится как Отец к Сыну. И поэтому Он всегда нас упрекает. Хотел привести пример. Это очень интересная история, из которой можно много чего выучить. История случилась в Бруклине. В Бруклине есть такой район Вильямсбург. Там жила эмигрантка из Польши. Это произошло нескольких десяток лет назад. Приехала эмигрантка из Польши. И она была с сыном, у него практически не было никаких денег. И ни про кого сказано. Ее сын сильно очень заболел. Ну, еврейская мама, когда ребенок болеет, она готова на все. Она пошла, собрала все деньги, что у нее были, чтобы надо было заплатить просто врачу. Она буквально все деньги, что у нее были, взяла и заплатила. Врач осмотрел больного, действительно. И он скажет, что действительно очень серьезное положение. Действительно, может, даже вопрос жизни и смерти. И он выписал рецепт, сказал, что вот вам рецепт, очень крепкое лекарство, сильное лекарство. Оно должно спасти жизнь вашего сына. Но врач предпринял, что лекарство очень дорогое. Выбора нету. Это женщина. Дед в аптеку. Проблема в том, что у нее уже денег нет. Она последние гроши потратила на врача. Она пришла в аптеку. И с рецепта она показывает рецепт аптеки. Аптека говорит, что это очень дорогое лекарство. И она говорит, что тебе сказать? Мне нету денег. Аптека в ответ говорит, что тебе сказать? Нет денег, нету лекарства. И она начала чуть ли не плакать. Тогда аптекарь говорит, у меня есть замечательная идея. Смотри, я как раз искал, чтобы мне кто-то по вечерам подметал, мыл пол. Знаешь, давай договоримся. Ты мне в течение двух с половиной лет будешь каждый вечер приходить, прибирать. После того, как аптека закрывается, ты будешь приходить, мыть пол, прибирать немножко. И я тебе дам лекарство. Значит, мы пишем с тобой контракт. Ты на меня будешь работать два с половиной года. А я тебе дам это очень дорогое. Просто лекарство было действительно очень дорогое лекарство. Опять-таки, что мать не сделает для родного ребенка. И она действительно написала контракт. Она подписала, что она обязалась два с половиной года работать. Он ей дал бутылку этого лекарства. И она идет домой. Она спешит домой начать давать лекарства своему сыну. По пути она шла за каулками, чтобы быстрее дойти. И ее останавливает молодой человек. Мы не будем в темном закоулке, мы не будем говорить в подробности, какой у него был цвет кожи. И откуда приехали его предки на континент Америки. В любом случае, этот человек, значит, на нее схватил ее и говорит, давай себе свои деньги. Она говорит, у меня действительно нет денег. А он говорит, что ты глупости? Говорит, что он выхватил ее сумочку, вытрясил. Там действительно денег нет. Ну и из сумочки выпал бутылочка. Он говорит, ну хоть что-то у тебя возьму, там какая-то бутылка чего-то. Она говорит, это же лекарство, ни в коем случае. Она начала плакать и кричать, не с кем разговаривать. Он взял этот флакончик и начал пить. Говорит, очень вкусно даже. Короче, он выпил это все, лекарство выбросил. Выбросил бутылку и ушел, убежал. И у этой женщины темно в глазах, потому что у нее, получается, лекарства нет, денег нет. Плюс она еще два с половиной года обязана работать. И она, нет выбора, она вернулась в аптеку со слезами. Говорит аптекарю, рассказал аптекарю всю эту историю. Аптекар опять-таки говорит, ну, слушай, ты подписала договор, договор. У меня должна работать, что ничем помочь не могу. Она говорит, ладно, давайте подпишу. Поскольку выхода нету, она согласилась продлить еще на двадцать с половиной года, чтобы получить еще одну бутылку лекарства. То есть она уже согласилась со слезами на глазах. И аптека, когда пошел, ну, готовить следующий, уже второй флакон этого лекарства, тут уже аптекарю стало темно в глазах. Но оказывается, первый раз аптекарь допустил грубую ошибку. И он налил в эту бутылочку, там практически яд был. Это было не лекарство, это была страшная, это сказать, страшная микстура. Если бы ребенок это действительно выпил, скорее всего, ребенок бы скончался. И более того, аптека скажет, что он даже не уверен, или тот герой, который выпил это до сих пор жив, потому что он по ошибке туда, грубо говоря, чуть ли не яд налил. Потому что он допустил ошибку. И аптекарь очень испугался. Потому что в аптеке, само собой разумеется, когда аптекарь допускает грубую ошибку, так могут, если придет комиссия, закроют аптеку. И он начал, он очень страшно испугался. И он, теперь уже он со слезами на глазах, начал молять эту женщину, слушай, пожалуйста, никому не рассказывай, я тебе прошу, только никому не рассказывай, я тебе дам бесплатно это лекарство, только давай тихо, не надо на меня работать. Все, он ей дал бесплатно это лекарство. Она пришла домой, и слава богу. Кстати, этот ребенок вырос, он стал большим, большой фигурой в Вильямсбурге. И, как говорится, happy end story. Что мы видим в этой истории? На самом деле история, простая история, ну, повезло ей. Очередная история, как Всевышний руководит миру. Но, во-первых, мы видим, что любая еврейская мама, само собой разумеется, нам нужна для этого история, готова на все, чтобы спасти своего сына. Значит, она готова была на все. И точно так же, надо понимать, что точно так же, как любой человек понимает, что есть такое выражение, как любовь родителей к детям. И родители на все готовы, чтобы помочь своим детям, и спасти своих детей, и так далее. Так Всевышний говорит, что моя любовь к вам точно такая же. То есть описание, это именно как родители любят детей. И более того, некоторые говорят, что Всевышний специально создал мир. Вообще вот эта идея, что есть родители, есть сыновья, дети. Почему так Всевышний создал мир? Ну, чтобы мы хотя бы немножко поняли, насколько Всевышний нас любит. Кроме этого, мы видим в этой истории, что иногда человеку кажется, что настал, наверное, самый страшный момент в его жизни. То есть когда у этой женщины выхватили это лекарство и разбили, это было страшно. То есть это было безвыходное практическое положение. На самом деле это был, возможно, один из самых счастливых моментов в ее жизни. То есть человек никогда не знает Всевышний, почему он это делает. Да, знает, что Всевышний нас очень любит. Если что бы не происходило, это только из любви. Точно так же, как любой родитель, любой отец или мать понимает, что иногда приходится своим детям делать то, что детям не нравится. Но мы знаем, что это ради их блага. Точно так же Всевышний, это опять-таки наше взаимоотношение Всевышний с нами относится, как дети и родители, к родителям и детям. Интересно, что есть в других местах Танаха, не в нашей нервной главе, есть другой пример, который приводится в взаимоотношения мужа и жены. Тоже интересно, здесь разные моменты. Иногда в Танахе приводится как взаимоотношения между родителями и детьми. Иногда это как муж и жена. Мы как бы, образно говоря, являемся как бы невестой Всевышнего. Царь Соломон написал целую книгу, называется «Шире-ширим. Песня песней». А стоя бывать, если почитать перевод, так это не книжка, которую можно показывать несовершеннолетним детям. Но любой человек, который хотя бы минимально имеет здравый смысл, понимает, что само собой разумеется, что если это часть нашего святого писания, то подразумевается, что-то значительно высшее, не подразумевается простая физическая любовь мужчины и женщины. Это просто как пример наших взаимоотношений со Всевышним. Насколько Всевышний нас любит, насколько мы любим Всевышнего. То есть пример — это как взаимоотношения мужа и жены, мужчина и женщина. В нашей недельной главе, еще раз, это взаимоотношения детей и родителей, насколько родители любят своих детей. Дальше, тоже интересный момент в нашей недельной главе, три раза, если проследить, три раза упомято в недельной главе, что евреи должны следовать путями Всевышнего. То есть до сих пор мы говорили, как Всевышний относится к нам, что мы должны делать. Так три раза написано в недельной главе, что мы должны следовать путями Всевышнего. Мудрецы объясняют, что значит пути Всевышнего. Так мудрецы объясняют, что точно так же, как Всевышний, он милосерден, значит, мы должны быть милосердны с другими. Он добрый, он милостивый. Мы видим, что все его черты как бы проявляются, насколько Всевышний нам помогает, как он руководит миром. То мы, следуя путями Всевышнего, как бы подражая, мы обязаны подражать Всевышнему и тоже быть милосердными, добрыми и так далее по отношению к другим. Но интересно, что это в недельной главе упомянуто три раза. Хавцхайм говорит, смотрите, как называется Хавцхайм, прийти на внимание, что первый раз, первый раз, если вы посмотрите, это начало восьмого параграфа, там написано, что «Храни заповедь Господа Бога своего, следовать путями Его и бояться Его». То есть вот это «следовать путями» это приводится перед заповедью бояться Бога. Заповедь называется Ират Ашем. Вот эти «следовать путями» приводятся до, перед богобоязненностью. Если вы перевернёте несколько страниц, это уже конец десятого параграфа, так там написано в другом порядке. Там написано, чтобы бояться Господа Бога твоего, чтобы следовать всеми путями и чтобы любить Его. Здесь сначала написано «богобоязненность», потом написано «следовать путями Бога», и потом написано «любовь к Богу». Это уже другой уровень. Богобоязненность обычно считается как бы более низким уровнем, чем любовь, потому что богобоязненность – это практически очень простая, низкая, опять-таки, тоже над этим надо работать, но иногда богобоязненность – просто мы боимся, чтобы Всевышний нас не наказал. То есть точно так же, как маленький ребёнок боится, чтобы папа не взял ремень и не выпорол. Мы по-простому должны бояться Всевышнего, чтобы нас не наказали. Есть разные уровни, есть папа, конечно, не на таком детском уровне, но это более низкий уровень. Любовь к Всевышнему – это уже более высокий уровень отношения к Всевышнему. Так интересно, первый раз вот эти пути, они упомянуты до богобоязненности, второй раз, когда Тора говорит об этом, это упомянуто после богобоязненности, перед любви к Всевышнему. А третий раз, если мы перейдём ещё одну страницу, это уже в самый конец недельной главы, там уже написано, чтобы любить Господа Бога твоего, ходить всеми путями Его, опять-таки, и прилепиться к Нему. Это уже третий уровень, это уже ещё более высокий уровень. Вы просто Его любите, прилепиться к Нему. Мы упомянули немножко об этом, в прошлой недельной главе. Тут это упомянуто между любовью к Всевышнему и уже с третьим уровнем, это прилепиться к Нему. Хавацхангай, смотри, как интересно. Три раза упомянуто эта заповедь подражать Всевышнему. Первый раз она упомянуто перед богобоязненностью, второй раз она упомянуто между богобоязненностью и любви к Всевышнему, третий раз между любви и приклеиться, прилепиться к Всевышнему. На Хавацхангай получается, что как бы Тора нас взяла за руку и мы вместе растём. Сначала более низкий уровень, потом мы поднимаемся на следующий уровень, это любовь к Всевышнему, потом третий уровень, это прям прилепиться, приклеиться к Всевышнему. И это Хавацхангай на любом уровне жизни нашей. Когда даст Бог, чтобы мы действительно росли, работали над всеми этими взаимоотношениями со Всевышним, всегда надо идти его путями и всегда надо подражать, то есть не забывать о других. То есть, когда мы говорим подражать Всевышнему, значит, у нас вокруг, нас находится много людей, мы должны к ними хорошо относиться, человек должен быть честный, человек должен быть добрый, человек должен помогать другим. Сказывает очень интересную историю. Жил такой рабо Яков Каневский. Яков Каневский – это отец знаменитого Рабхайма Каневского, о котором мы недавно говорили. Так рабо Яков Каневский, его по-другому знаю как стайплер, стайплер у нас города такого был, поэтому его так знаю. Так рабо Яков Каневский, он уже был практически в последние дни его жизни, он уже плохо слышал очень, и к нему пришел молодой человек за советом, как учить Тору. То есть, он учил Тору, но он не понял, как построить свой день, сколько времени учить, сколько времени уделить геморе, сколько времени уделить комментарии, когда учить более глубоко, когда более повернуться. То есть, молодой человек хотел учить Тору максимально, но просто надо знать, как и когда. И он пришел к Якову Каневскому, И тот ему рассказал, Стайпер ему рассказал, действительно, опять на все его вопросы. И этот молодой человек уже собрался уходить, и Стайпер его позвал. Он тут же уходит, и его позвал обратно. Когда он вернулся, Стайпер ему говорит, еще не забудь, что обязательно надо дома жене помогать. Этот молодой человек потом рассказывал кому-то, я думал, что Стайпер меня вернул, чтобы напомнить мне про кабалу. Потому что про кабалу кабал мне не сказал, я ж глубоко учу, поверхностно учу, это учу, там учу. Наверное, Стайпер просто хотел учить, что кабалу тоже надо учить. Нет, Стайпер ему сказал, не забудь, что у тебя еще есть жена, подразумевается, жена и семья. И надо еще по семье помогать. Молодой человек сказал, ну, вы не знаете, моя жена, она такая, Дейкас, она очень-очень хочет, чтобы я достиг высоты, высот в Торе. И чтобы я весь день учился, она за, не переживать, она за, конечно, она за. На что Стайпер ему сказал, это ее митцва, да. Ее митцва, чтобы проследить, чтобы мой муж мог учить Тору. Но твоя митцва проследить, чтобы у жены было все, что ей надо. То есть у евреев, вот очень интересно, Хаббатсхайм приводит. На любом этапе нашей святости, мы любим Бога, мы боимся Бога, мы приклеились к Богу, надо не забывать, что мы не живем в вакууме, мы живем среди людей. Более того, мы обязаны жить среди людей. Наша Тора и заповеди в Торе, которые для них просто нужны люди. Простая вещь, напором. Если вы живете на небитаемом острове, кому вы будете шлахмону спидавать, им это он и славьёй. Любой еврей знает, что надо молиться в миньяне, вам нужен город, где есть 10 человек. Бывает экстремальная ситуация, люди или по причине надо деньги зарабатывать, по другим причинам едут в места, где нет умения. Но вообще человек, религиозный еврей должен жить вместе, где как минимум есть миньян, 10 людей. Очень интересно, в Лейкуд приезжал из Техаса большой раввин, один из ведущих раввинов Техаса, Робе Фрид. И Робе Фрид дал в Лейкуде урок, с чем урока была Гейрим. Гейрим – люди, которые принимают иудаизм. В Техасе, кстати, это очень интересно, Техас, вообще все южные штаты Америки, там простые американцы, не евреи, они очень богобоязнны и религиозны. Это очень интересно, он рассказывал. И там очень много людей, которые действительно верят в Бога. И по ходу своих размышлений, многие из них приходят к выводу, что тот, в кого они верили, не совсем правильно, не совсем то, что они должны делать. И они приходят к выводу, что иудаизм – это значительно более правильный курс и так далее. Там очень много людей обращаются к раввинам принять иудаизм. И он рассказывал, там есть на самом деле два пункта. Во-первых, как сама процедура, сколько это занимало, несколько лет, конечно, научить законы и так далее. То есть как эта процедура проходит, когда мы принимаем в иудаизм кого-то из другого народа. Но другой очень важный аспект – это кого брать, а кого не брать. Потому что он посетил большую часть своего урока. Очень часто люди, которые думают, что они хотят стать евреями, потом оказывается, что они вообще не хотели, это ошибка и так далее. И он привел очень интересную историю. Ну, позвонил человек из села, села в Техасе. И он там живет, он полностью, он на интернете читал очень много литературы. Он полностью готов все соблюдать. Он хочет, и он уже, по-моему, даже соблюдал. Он кашрут, суббота, он готов на все. Если я не ошибаюсь, он уже даже начал, поэтому он хочет молиться. И вот он звонит и говорит, я хочу принять иудаизм. Действительно, я вижу, насколько это все правильно и так далее. И Робофрид ему сказал, где ты собираешься жить, когда ты пьешь пустого, ты станешь евреем. Он говорит, ну где? Я тут остаюсь у себя в селе, я все буду соблюдать. Робофрид сказал, я его не сделал евреем. Он не хотел переезжать. И Робофрид сказал, что человек, который будет жить у себя один в селе, даже если он будет все соблюдать, это неправильный иудаизм. Опять-таки, он может продолжать. Никто ему не запрещает соблюдать заповеди. Никто ему не запрещает быть честным, правильным и молиться нашему Всевышнему. Более того, Рамбом говорит, что любой человек, еврей и нееврей, нееврей тоже, если он все соблюдает, у него будет награда в будущем мире. Но сделать из него еврея, Робофрид, который сказал, что он отказался, потому что иудаизм, часть иудаизма, это жить среди евреев, помогать евреям, делать что-то для евреев, жить вместе с ними. Это часть нашей жизни. И Хаббетс Хаин говорит, что вот это идти путями Всевышнего, это на любом этапе нашей жизни, это часть нашего взаимоотношения со Всевышним. То есть это не, знаете, я со Всевышним, я молюсь Всевышнему, ему митсвы делаю, и кроме этого у меня еще по ходу дела немножко есть соседи, семья, нет. У евреев это все одно и то же. Наши митсвы по отношению к нашим близким, нашим знакомым и так далее, это часть нашего служения Всевышнему. Потому что есть митсвы в Торе уподобиться Всевышнему, подражать Всевышнему. Точно так же, как Всевышний, кстати, приводится очень непростая митсва. Приводится Всевышний, кстати, он помогает даже тем, кто против него. Никогда не зановились, что в мире, опять-таки, я не знаю точно цифр, я знаю, наверное, около миллиарда китайцев и примерно около миллиарда индусов. Плюс-минус. Оба эти миллиарда не верят в единого Бога. Я не знаю, я подумаю себе, в кого они, да, верят, но они или они поклонники, или они вообще атеисты. И их миллиард, тех миллиард этих, есть другие религии, хотя бы очень многие религии, они хотя бы верят в Бога на каком-то уровне. А эти вообще? И Всевышний им дает и пропитание, и они живут, и развиваются, и у них хорошая экономика. Кто-то все сделал. Тот же самый Бог. То есть мы видим, что даже те, которые Всевышнему плюют, если так можно сказать, в лицо, Всевышний все равно им помогает и все о нем делает. Так мы должны, получается, уподобиться Всевышнему. Иногда нас кто-то обидел, нас кто-то оскорбил, нам кто-то что-то нехорошее сделал. Потом на следующий день тот же самый человек приходит к нам и говорит, ой, вы знаете, мне, конечно, неприятно вас попросить, вы не могли бы мне сделать одолжение о вас в глубине души? Так и хочется ему сказать, я тебе сделаю одолжение. Так вот здесь у вас очень хороший момент. Вы можете подражать Всевышнему. Точно так же, как Всевышний хорошо относится ко всем, вы тоже должны относиться хорошо ко всем. Это очень непростая заповедь. Но то, что Всевышний от нас требует и хочет, чтобы люди между собой, не только между людьми и Всевышним, но между людьми тоже должен быть мир и взаимопонимание. Мы должны подобиться Всевышнему. Продолжая нашу тему взаимоотношений со Всевышним, в нашей недельной главе написано, ни в коем случае не забыть о нем. До сих пор мы говорили, как относиться ко всему, как вот к нам относятся. И тут в нашей недельной главе написано, как бы Бог боится, что мы о нем забудем. Интересно, что в нашей недельной главе написано, что ты придешь в Эрд-Исраэль, ты построишь дома, ты сделаешь, ты захватываешь, и ты скажешь, вот я своими вот руками сколько всего добился, и ты забудешь обо мне. В прошлой недельной главе, глава Вес-Ханан, там тоже написано, что мы боимся, что Всевышний боится, что евреи забудут о нем. Интересно, там написано по-другому, там написано, что когда вы войдете в Эрд-Исраэль, вы найдете там, вы увидите там дома, которые полны добра, и там будет виноградник, там будет уже все построено, евреи захватили цивилизованную страну, и когда вы это все захватите, вы обо мне забудете. Я слышал, очень интересно, это две совершенно разных стороны монет, одной и той же монеты. В нашей недельной главе Всевышний боится, что мы о нем забудем, когда мы будем слишком сами строить, делать, и мы скажем, что вот, вот я вот этими вот руками я добился. В предыдущей недельной главе, наоборот, когда человек получил все на готовом, он тоже забудет о Всевышнем. И там и там Всевышний говорит, будь аккуратнее, чтобы не забудь обо мне. Такое объяснение, которое я слышал, я слышал этот Рабзев Лев, который сейчас живет в Израиле, он сказал, что это два разных нюанса. С одной стороны, когда человек, когда человек, у него все есть, ну, не надо же работать, вот, начало, предыдущая недельная глава, они пришли, уже все готово, там, и дома, интересно, им даже, Димора говорит, вплоть до того, что когда они захватили землю Израиля, им разрешили даже кушать еду, которую они нашли в этих домах. Даже если там не кошевная еда, то есть они, когда зашли, там даже, и мой пример, что не свинину можно было кушать, то, что они захватили, им все разрешили, берите, пожалуйста, она для вас. Бог разрешил. И люди, когда у них все есть, они просто забывают о Боге, потому что у нас все есть. Да? К сожалению, бывает такое, что человек забывает, когда у него все есть, когда что-то не хватает, ууу, Всевышний, за что это мне, что я такого плохого сделал, когда все есть. Никто о Боге не думает. С другой стороны, наоборот, когда человек полностью поглощен этим миром, он строит, он делает, купил, продал, заработал, сэкономил, еще сэкономил, еще заработал, и вот я, вот я, вот это я большое растет, я, чем больше я, с большой буквы растет, тем Всевышний становится меньше и меньше. Да? Так это две разных совершенно проблемы. И слово «забыть» кстати тоже, вот это слово «забыть» о Всевышнем, это странно звучит, тоже написано для религиозных небланов. Слово «забыть» очень интересно, слово «забыть», если посмотрите в конец недельной главы «Толдос», более полугода назад мы читали, после того, как Яков обманул своего брата Эйсова и забрал его благословение. Он переоделся у Иска, подумал, что это была Иска, и сказал благословение Якову. И Эйсов прям в смысле этого слова хотел Якова убить. Рохал позвал себя Якова и сказал, беги отсюда, беги к моему брату, и потом ты вернешься, пусть время пройдет, пока Эйсов забудет то, что ты ему сделал. Куда ты вернешься? Там написано, подожди, пока Эйсов забудет все, что ты сделал, тогда вернись. Эйсов никогда такое не забудет. Когда такое можно забыть? Что значит забудет? Эйсов не забудет это. Забудет имеется в виду, он будет себя вести, как будто ничего не случилось. То есть забыть, если человек себя ведет, как будто ничего не было, так как будто он забыл. Хотя памяти, конечно, оно у него в памяти, причем в оперативной памяти, так я это помню. Есть вещи, которые мы забыли, если нам напомнят, мы такие вспоминаем. Есть вещи, которые мы очень хорошо помним, но если мы себя ведем, как будто ничего не произошло, ничего не было, так это Тора на свадьбе забыл. Так со Всевышним то же самое. Может быть ситуация, когда есть религиозные евреи, соблюдающие, которые ходят в синагогу, соблюдают кашрут, но себя ведет, как будто он забыл о Всевышнем. Потому что если он очень сильно поглощен, то, что я сделал, я сэкономил, да вот мы, да вот я, и как все здорово. Или когда у него все есть, и у него замечательно, ему Всевышний не мешает. Все, наверное, слышали эту шутку, когда Всевышний, кто-то сказал Всевышний, что Ашем, я свою работу знаю, ты только не мешай. Страшные слова, это шутка, конечно, но это называется, человек забыл, забыл о Всевышнем. Хотя, конечно, его спросить, Рабинович, вы верите в Ицех, веришь в себя? Конечно, я религиозный, это что, я же в Кипре, вот все как. Конечно, я верю, я верю, я помню, но если он ведет себя, как будто никто над ним не находится, кстати, Ермолка, Кипа, почему евреи носят Кипу? Показать, что над нами все время кто-то есть. Если себя человек ведет, как будто он забыл о Всевышнем, это называется, он забыл о Всевышнем, очень вовремя, недельная глава, которую я вам рассказывал, имеет в себе автор. Так автора, который читаем мы, это отрывок из Ишая, и в отрывке из Ишая там написано, что начинается он, и говорил Цион, то есть евреи, Иерусалим, говорил Цион, оставил меня Господь, и забыл меня Господь. То есть евреи, после всех ужасов галута, после всех ужасов изгнания, евреи, они с претензией были к Богу, и они сказали, оставил меня Господь, и забыл меня, то есть два разных уровня, сначала он как бы отвернулся от меня, оставил, и забыл, на что Всевышний отвечает, забудет ли женщина младенца своего. Не может такого быть. Это, кстати, перекликается с начала нашего урока, когда мы сказали, что Всевышний относится к нам, как к детям. Муж и жена всегда, чтобы все у себя было хорошо, но иногда бывает, что муж перестает быть, может, мужем, и жена перестает быть женой, они развелись. То есть взаимоотношения мужа и жены, они на самом деле не навсегда, теоретически их можно остановить. Отношения матери к своему младенцу, каким бы плохим он ни был, он всегда будет ее сыном. И Всевышний говорит, я не могу о вас забыть, даже если я бы захотел. Забудет ли женщина младенца своего, не жалея сына чрева своего, написано, что когда евреи были в Египте, они были как бы в чреве, как зародыш чреве у матери, еврейский народ был в Египте. И потом, к рождению народа, когда мы пошли через море, как бы было рождение народа. Поэтому Всевышний нас не может забыть, он не может от нас отказаться. Всякие версии, всякие глупости, когда Всевышний обиделся, мы его дети, а детей не может Всевышний отказаться. И Всевышний евреям говорит, «Конечно, я вас не забыл. Вам, может быть, кажется, как будто я забыл, потому что вы не чувствуете, может быть, иногда моей любви. Конечно, я вас помню, и вас очень люблю». Вернемся, это как Всевышний относится к нам, вернемся к нашим отношениям, ко Всевышнему. Мы тоже должны вести, что не просто на словах, что я, ну, конечно, я верующий человек, я вот в Египте. Мы должны себя вести, чтобы было видно, что я чувствую, что есть надо мной Бог. Для этого в нашей индейной главе, кстати, приводится, чтобы нам помочь. Есть в отрывке в шма, о которой мы говорим. Есть три отрывка шма. Второй из них упомянут в нашей индейной главе. Там заповедь Тфилин. Повяжи себе на руку, повяжи себе на голову между глазами. и митсвы мизуза. Эти митсвы, то есть на руку, это наша сила, во-первых, это мы повязываем себя на бицепс. Это обычный, ну, если человек правша, это возле сердца. Сердце это символизирует наше чувство. Между глазами на голове это наш ум. Так мы должны, это нам напоминание, что наши силы, наши чувства, наш ум. И мизуза на косяках двери, когда вы заходите, дом, дом, это самое, большинство людей, самое основное вложение, которое это делается за жизнь человека, это когда они покупают себе дом. Обычно это самое дорогое и так далее. Так при входе в дом, действительно, мизуза, так получается, возле сердца, наша сила, наш ум, наше достояние, маленькое напоминание, это маленький свиток, маленький свиток, который написан на шма, и отрывок из нашей недели на голове напоминает нам, что есть Бог на свете. Что мы должны все время помнить, не просто помнить, конечно, все помнят, что есть Бог на свете, это зачем нам напоминание. Но вести себя, что есть Бог на свете. Поэтому очень интересно написано, что когда еврей находится в твилине, надо следить, надо все время чувствовать, что ты в твилине. Нельзя глупости говорить, нельзя идти в туалет, в твилине. То есть человек должен все время помнить и знать, что ты в твилине. Некоторые задают вопрос, смотрите, если вы в твилине, и вы говорите молитву шма. Смотрите, с одной стороны, есть митцва, человек должен помнить, что есть Бог на свете. Есть такая митцва, кстати. Одна из 613 заповедей, что надо всегда помнить, что есть Бог на свете. Потом есть заповедь, что надо помнить, что я в твилине. Теперь вы еще хотите, чтобы я читал слова о молитве, значит, я еще должен сосредоточиться на молитве. Слушайте, у Лемла только одна голова, об этом думать, об этом думать. Это очень простой. Когда человек подсознательно чувствует, подсознательно чувствует, что я сейчас в твилине. Он не должен каждую секунду думать, я в твилине, я в твилине, я в твилине, я в твилине. Он не сможет молиться. Но он чувствует, сейчас я в твилине. Сейчас я не просто, сейчас я не простой еврей, сейчас на мне твилин, я должен вести себя по-другому. Когда верующий еврей знает, что я сейчас в присутствии Бога, в случае сейчас, каждую секунду своей жизни я в присутствии Бога. Значит, я веду по-другому. Я помню, что есть Бог на свете. Не то, что я себе говорю, есть Бог, есть Бог, но я чувствую, что есть Бог, я чувствую, что сейчас есть пилиния, и я говорю эту молитву. Все эти напоминания, это чтобы опять-таки строить и работать над своим отношением к Богу. Следующий момент, это нужно начать тему митцвы, Ромбан говорит, то, что несколько раз тоже в недельной главе написано митцвот, эти заповеди, все 613 заповедей, конечно, каждая из 613 заповедей несет в себе какую-то определенную заповедь, что сделать это, но в целом тоже каждый из них напоминает нам о существовании Бога. То есть человек должен, вся эта огромная система всех заповедей, всех напоминаний построена для того, чтобы мы помнили, что мы живем при Боге, Бог за нами следит, и человек, который это чувствует, он живет другой жизнью, он живет более продуктивной жизнью, он больше достигнет в этой жизни, он сможет, у него будет богобоязненность, у него будет любовь к Всевышнему, приклеится к Всевышнему. Еще одна митцва, тоже в нашей индейной главе, это митцва поблагодарить Бога после еды. Четко, очень важно подметить, что перед едой, большинство, моих слушателей знают, что перед едой, в Ибреи тоже говорят благословение, перед едой, там, Мизойны, Шаколь, есть благословение, брахот, которые мы говорим, мы говорим перед едой, браха, благословение, перед едой постановили мудрецы, по Торе нету обязанности, большинство считают, что по Торе нету обязанности поблагодарить Бога перед употреблением пищи, после того, как вы поели хлеб, некоторые говорят, даже мучные изделия, но все согласны, что после хлеба, по Торе написано, в Ахалте, в Исавате, в Арахте, вы должны поблагодарить Всевышнего. Интересно, почему Бог сказал именно после того, как вы покушали, а не перед. Мудрецы уже сказали перед тоже, но Бог это сказал именно после еды. Знаете почему? Потому что то, что я вам сказал до этого, после того, человек покушал уже, он уже сытый, но уже все хорошо, ему не нужен Всевышний. Заменитое выражение «сытый, голодный» он не понимает, когда человек голодный. Тогда он помнит, когда человек голодный, он сразу вспомнит о Всевышнем. Всевышний, помоги, я хочу кушать, я голодный, я то-сё. Так поэтому Всевышний даже нам не сказал, что есть обязанность его благодарить. Сами мудрецы, конечно, сказали, слушайте, поблагодарить-то надо, хоть Всевышний вам не сказал, но сами надо догадаться. Поэтому по постановлению мудрецов мы да благодарим перед едой, но после еды люди уже насытились. Написано в недельной главе в Торе, написано, что ты насытишься и забудешь о Всевышнем. Тут приходит заповедь Брхат Амазон. Четыре вот этих куплета, там три по Торе, четвертый тоже мудрецы добавили. Мы благодарим Всевышнего и просим Всевышнего на будущее. Кстати, интересно, наши мудрецы говорят, что тот еврей, который сосредоточен, читая эту молитву Брхат Амазон, у него никогда не будет проблемы с едой. У него всегда будет достояние, у него будет всегда все, что ему нужно. Всякие люди, там разные сгулот, люди пытаются, если сделать это, то очень простой рецепт. Я не говорю, что это рецепт разбогатеть, это рецепт, чтобы у вас было то, что вам надо. Так этот рецепт, это после еды, если вы поели хлеб, сказать, взять сидур. Кстати, рекомендуется именно по сидур, даже если вы знаете на память, или по сидур, и у нас сейчас все интеллигентные люди в телефоне это имеют, да, человек, вы поели, поблагодарите Всевышнего. Не просто скажите, а, спасибо. Есть уже написано, четко написано, там, четыре куплета, которые надо сказать, причем это составлено на то, что в Торе написано. Надо поблагодарить еще раз таким образом человек напоминает себе, что есть Бог на свете. Раз мы уже упомянули, кстати, о мудрецах. Мудрецы сказали, что она перед едогой и благословением, если немножко посмотреть урок еврейской истории, так все эти благословения, кстати, тоже построены на отрывке из нашей недельной главы. Очень интересно, это все в нашей недельной главе. В нашей недельной главе написана, очень интересная фраза, написано, что Бог от тебя хочет. Написано, что Бог от тебя хочет. Единственное, что Бог хочет, это богобоясность. Маа шэмалокяха шээлмимах. Так, Маа, что? Игра слов Маа и Мея на святом языке Маа это что? Меа это сто. Кстати, по-русски тоже что сто? Когда-то я уже давал целый урок про это. Но царь Давид, в имя царя Давида была страшная эпидемия, умирали каждый день сто юношей. Царь Давид постановил, что каждый день надо делать сто благословений. Потом мудрецы добавили, мы говорим шмана эсре, мы говорим благословения перед едой, перед митвой, когда мы надеваем филин, есть благословения после туалета, человек сходил в туалет, тоже надо поблагодарить. И есть, то есть простой религиозный еврей каждый день мы сто раз вспоминаем о Боге. Опять-таки, это уже постановление мудрецов, но у нас есть вот эта мея, ма, это богобоясность на еще раз и еще раз напоминание, что есть Бог на свете. Все эти моменты, когда человек действительно живет по этим законам, когда действительно человек помнит, что есть Бог на свете, помнит, что Бог это наш отец. Даже когда нам кажется, что что-то очень плохо, надо помнить, что Всевышний нас любит. Иногда мы увидим, как история с этой женщиной, которая увидела, что то, что у нее забрали это лекарство, это было наоборот счастье. Иногда, может быть, мы это не увидим, но Бог нас любит, как любят детей. И пророк Иешаев во вторе говорит, что Бог сказал, что я вас не могу забыть. Вы мои дети. Даже вот этот Галут, это изгнание, евреи прошли через очень много. Надеемся, что тоже все закончится и придет Мошея. Но Всевышний никогда о нас не забыл. Иногда есть такое впечатление, но, конечно, никогда он о нас не забыл. Хобетсхаим говорит еще три раза в нашей недельной главе упомянуто, что надо подражать Всевышнему, идти его путями. На каком бы великом духовном уровне человек ни находился, это до богобоязненности, после богобоязненности, любовь к Богу, приклеиться к Богу. Всегда напомню, что вокруг тебя живут люди и евреи, еврей должен жить среди евреев, человек должен помогать другим. Стайпер сказал молодому человеку, что он должен помогать по семье. То есть это часть нашего иудаизма. Я вам рассказал, что забыть о Всевышнем, два раза написано в Торе, не забудь о Всевышнем. В нашей недельной главе это когда человек сам все сделал, всего добился, сам построил. Есть опасность, что он забудет о Всевышнем. Тогда наоборот, когда у человека просто все есть. он уже пришел на готовом. Тоже есть опасность забыть о Всевышнем. И когда мы говорим забыть, не знаешь, что человек забыл действительно. Человек может быть даже религиозным. Но он ведет себя, как будто он забыл, как Эйсов, который забыл то, что ему Яков сделал. И чтобы не забыть, у нас есть эта огромная, замечательная система митсвот. Кстати, благодарим Всевышнего за нее. Перед каждой митсвот мы благодарим Всевышнего, что он нас осветил своими заповедями. Он нам помогает, как Отец, который нам желает добра. И поэтому у нас есть система этих митсвот. Каждая митсва, каждая заповедь нас приближает ко Всевышнему. Особенно те заповеди, которые в нашем деле говорят филин, возле сердца и возле нашего ума, мизуза, как нашего имущества. Это все напоминания, что есть Бог на свете. Потом уже пришли мудрецы, добавили еще сто благословений. И человек обязан, должен жить всем этим. Тоже время уже подходит к концу, у нас отрывок в недельной главе, что не хлебом, не димом жив человек. Так в оригинале на самом деле там написано ло ау лехем лавадо, не на хлебе, это словно перевод не на хлебе едином жив человек. В русском переводе иногда поступок упускает этот предлог. Но в оригинале написано ло ау лехем лавадо, не на хлебе. Хавасхайм говорит слово ау иногда приводится как ради чего-то. Хавасхайм говорит, что можно прочитать ни хлебом, ни димом, то есть надо кушать не только хлеб, есть другие вещи, что, ну, да, должна быть какая-то духовная пища. Хавасхайм говорит, не ради хлеба жив человек. Надо не забывать, зачем вообще пришли в этот мир. Не может быть примитивный разум должен понять, что не может такое быть, что все выше нас прислало в этот мир просто кушать хлеб. Надо не забывать, что наша основная цель в этом мире действительно приклеиться ко Всевышнему путем всем, всеми этими путями, которые мы увидели в нашей недельной главе. Дай Бог действительно, чтобы Всевышний нам действительно помог, подобиться ему, Всевышний, чтобы помог действительно делать все, что мы обязаны делать. И таким образом, если мы будем стараться делать то, что мы обязаны делать, мы можем быть уверены, что Всевышний сделает то, что он нам пообещал, И он действительно построит и храм, и вернёт нас в Борис Исраэль, и всё будет действительно как положено, наши молитвы, наши пожелания, чтобы действительно это случилось скорее в наши дни. Спасибо за внимание. Всего хорошего.